Вырубка лесов – одна из причин нехватки пресной воды, из-за чего страдает вся Украина. Об этом заявил министр экологии Остап Семирак. С браконьерством борются как государственные органы, так и непосредственно неравнодушные граждане. Участники всеукраинской сети «Вильни Люды» проводили в лесу занятия по тактической медицине и обнаружили незаконную рубку. В сбарском лесничестве они засняли на видео пеньки дубов, клёнов, берёз и лиственниц. Лесничие, по мнению активистов, игнорировали это преступление. 60 свежих пеньков без отметок лесничих нашли на заповедной территории Пикуй на Львовщине представители госэкоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ущерб инспекторы оценили почти в четверть миллиона гривен. Также рядом с заказником обнаружили импровизированную лесопилку. В ночь на 29 марта на Винничине четырёх человек задержали за незаконную рубку. 15 рубленных ими деревьев оценили в 200 тысяч гривен. Полиция задержала группу мужчин, которые совершили незаконную рубку деревьев в Скадовском районе. Это уже второе задержание браконьеров за март в Степной области. Ранее за незаконную рубку акаций были задержаны трое жителей Олешковского района. В селе Красняк Верховенского района жители вышли на протест. Они требуют прекратить вырубку лесов. Об этом сообщает местный блогер Юрий Соломченко, который заснял акцию на видео. Закарпатами активнее всего рубят лес в Раховском и Тячевском районах, сообщает телеканал ТИСА. Всего за прошлый год полиция области зарегистрировала 90 преступлений браконьеров. Сельские жители Закарпатии отапливают свои жилища дровами. Если регион останется без леса, то простым людям будет нечем обогреть свои частные дома. Энергия, которая походит из леса, она дедалее больше привертает до себя увагу и экономистов, и инвесторов разных стран. Потому что это перспектива, это основное джерело энергии, которое можно использовать завтра, послезавтра. И когда закончится вся наша нафта и газ, ліс мы будем иметь. Слідить за сохранностью деревьев должны лісники. За каждым лесником у нас закреплено приблизительно от 500 до 900 гектаров. Это много. Но лесник знает, где есть подъезды, где у него проблемные места, где есть заезды транспорта, где люди заезжают отдыхать, где, скажем, ромские поселения, которым тоже требует дрова. И в первую очередь лесник патрулирует там. Ну и само собой там доросте высокая качественная деревня. Впрочем, сегодня усилия лесничих не дают видимого результата. Склонны Карпат лисеют. Особенно это ощутимо на Закарпатии, где много ценных лиственных лесов. В конце прошлой недели молодые ужгородцы вышли на Народную площадь. Они потребовали от местной власти защитить леса области. Мета нашей акции – это зупинение вырубки леса на Закарпатии. Наша Закарпатия славится как раз тем, что у нас есть хорошие лесы, большие горы, хорошие равнины. И это все знищается за лишние руки. Мы тут проводим мітинг против вырубки леса в Закарпатии. Просто, чтобы лес не вырубили и все. У меня участок прямо возле леса, я вижу, как его нечестно вырубывают.